Всем привет, друзья, ученики, просто случайный зритель. Сегодня специальное, необычное видео для моего канала. Сегодня Артём, профессионал в армспорте, покажет и расскажет вам то, о чём вы меня постоянно спрашиваете. Речь идёт о том, как правильно бороться, вообще о методах борьбы за столом, на руках. Я думаю, это будет интересно очень многим, так как вы спрашиваете, получайте. Может, поможет вам победить вашего одноклассника, однокурсника. Или начальника на работе. Кстати, самый, вообще-то, что постоянно спрашивают, постоянно приходит вопрос. Артём, у меня там скоро свадьба или не свадьба, но хочу там предложить девушке, но отец сегодня разрешает от того, как не поборю его за столом. Интересный способ отдать. Да, а дальше, дочь. Дочь, замочь. Смотри, борьба с ним у нас есть в основном две главные техники. По-русскому это будет верх и трюк. В английском немножко по-другому, немножко по-удобнее. Это обычно за борьба внутрь и борьба снаружи. Давайте начнём с борьбы верхом. Борьба верхом или борьба снаружи будет в Америке, это когда борьба происходит через пальцы соперника. То есть мы выходим наружу от руки. Выкручиваешь твои пальцы. Ну да, да, то есть в идеале это дело примерно так. То есть примерно руку туда, Егор. Нет, ты свою потом сюда. Ага. То есть правильно я делаю что-то типа такого. Я прохожу через твои пальцы, забираю твою кисть, в идеале ещё забираю отсюда твою руку и просто сожжу кое-как. То есть это будет в основном, да, попробуй ты сейчас. Смотри, весь твой акцент должен быть на мои пальцы. Попытайся просто открыть мои пальцы. Ага, вот правильно так. А ещё движение одно такое, вот такое ещё? Нет, а другое будет сгиб кисти. А, вот так, да? Да, ага. То есть в этом... Давайте сначала. То есть делаю на себя пронапцию и заворачиваю. Абсолютно. Видишь, сейчас кисть не завернула вообще. Не завернула. Смотри, она должна быть у тебя полностью глубоко. Ага. А штамову заболела. Так, с этим пальцы, кисть. Кисть. Да, и вот это добавить немножко движения в артём. Уйти по подушке ещё. Да, селеудобие. Многие просто бывают, у многих проблема, как закончить поединок. Они пытаются падать, падать, не получается. А намного легче будет просто писать это положение и просто провести локоть отсюда, до сюда, по диагонали просто берём. А, и меня уже... И рука сюда, и там уже немножко просто упал весом. Не теряя никакие углы. Вот это у нас борьба вверху, когда просто забираем ее кисть. А низом? Смотри, а вовнутрь? Давай ещё с этой руки покажи. Давай. Слеборосферктик. У меня прошки по-серьёзному. Егор впервые бегает стол по рвесам духу. Сколько мы беги с ними не делали, сколько столов не доходился дома. Цель левой рукой. То есть самое. Смотри, у нас ровный захват. Лука немножко шуму надо. Давайте попробуем. У тебя левой рукой будет посмешнее, потому что левой рукой координация другая. То есть в идеале, смотри, ты сейчас делаешь ещё по-оденему, да? То есть сначала за вот это, потом в идеале это серьёзно. Вещь, ну это надо... Ну это отрабатывается. Здесь вот сделаешь я снова по-быстрому. Вещь, смешно такое. Ну это всё вместе, потому что у многих людей там вот это, потом вот это. То есть надо всё это запомнить с весом. Вот так, ну это сложно, да, сразу. Да. По столу, то есть борьба вверх такая, мы... Главный акцент у нас идет на кисть и... На пальцы. Да, на пальцы. И главное, что многие забывают или ошибка, всегда нужно акцентироваться на наши кончики пальцев. Потому что если мы начинаем борьбу именно с кончиков, она выходит у нас легче. Так, теперь борьба снизу. В чём разница? А, вкрым. Да, или вовнутрь, если на мере. Тут уже, мы забываем про вот это всё дело, мы заворачиваем уже человека вовнутрь его руки. То есть вот здесь мы субминируем нашу кисть. Ну по сути тоже пальцы из меня выкручиваются. Ну смотри, то есть я твой пальцы уже не трогаю, я просто иду вовнутрь. Видишь, твои пальцы ты можешь открыть, они у тебя не затрагиваются. И отсюда мы уже, зависит от техники, мы либо просто, опять же, просто проводим наш шлок по подушке. Или ещё бывают, люди заводят немножко с крючом. То есть всё это разновидности к борьбе с другом. То есть она уже вовнутрь. То есть получается, нет? Немножко всё вернуться сюда. Ага, ещё вот так, да? Всё, почти идеально тебе его получается, вечно. Да, там бывают разновидности ещё, когда всё-таки немножко её атака на кисти тоже. То есть на пальцы, а в основном, конечно, просто мы встали, закрыли ладонь, с субминацией проходим вовнутрь. Во вновь, во школах, так же, правой рукой, когда в школе бывает же, показывают, что, а, ну, чтобы выглядеть, надо загнуть свою кисть. Вот такая разновидность такого крыта выходит тоже. То есть мы взяли, правильно тебе покажи? Кисть вовнутрь, то есть прям полость взял, немножко ступил на цвет туда. И по сути полностью лицесом протягивающим это себя. Это я, да? Ага. Понял. Попробую сейчас подавить. Типа такого, но у тебя вещи, положение у тебя выходит, ты немножко себя выламываешь. Не надо? Да. То есть мы постоянно стараемся, чтобы у тебя ладонь была внутри твоего тела. Как только у тебя ладонь заходит вот сюда, это уже немножко опасное положение. Понял. Если она будет вот тут. То есть всегда старайся, чтобы кисть была внутри твоего тела. Вот так, да? Предлагай, сколько плечо оно должно быть все-таки. У тебя вещи. А мне хочется именно плечо вещи, нельзя. Это ошибка. Как раз это будет у тебя опасное положение, рукаутер. И придется снимать видео от реабилитации Егора в зале. То есть смотри, ты делаешь что-то типа такого сейчас. Ага. То есть. Я даже уже не могу так. И не надо. Во! У тебя вот такой правильный выход. Видите? Да. Лучше впереди. Чтобы рука была впереди, а ты был за плечом. У тебя выходит движение немножко вот такое. Понял. У тебя вещи. Там еще самый главный момент. Когда люди пробуют, теряется угол вот здесь. Между твоим лоттем и плечом. Можете постоянно быть близко. То есть попробуй ты сейчас. Попробуй пойти туда. А. У тебя более-менее, но ты забыл немножко упасть своим телом. Ага. То есть мы рассказали про верхний крюк, как правильно стоять. Вот у тебя примерно натуральная такая позиция. То есть если мы боремся правой рукой, правая нога впереди. Куда спереди. Ага. Если стол нормальный, то там будет планка по седине. Туда ставится нога. То есть не будет. Вот поставься правую ногу. Ага. И левую немножко посадить, чтобы было спокойно садиться вниз. Как удобнее. Да. Понял. Чтобы было небольшое полисице. Но это уже другие нюансы, отдельные нюансы. Мы, наверное, поговорим об этом в другой раз, если вам понравится это видео. Друзья, я оставлю ссылки на канал Артема. Обязательно заходите, подписывайтесь. Потому что Артем профессионал с большой буквы в этом виде спорта. Серьезно. Его даже приглашает железный рейтинг. Часто как эксперта в этом виде спорта. Артем живет этим. Его в этом виде спорта знают и уважают. Спасибо, Артем, что пришел, рассказал. Показал. И, друзья, обязательно делитесь этим роликом в своих соцсетях. Ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, если вы считаете, что вы круче Артема, ставьте дизлайк. И пишите, что вам не понравилось. Но, если у вас есть вопросы, заходите на канал Артема. И все вопросы пишите в комментариях. Обязательно, друзья, подпишитесь на канал Артема. Не пожалеете. Когда еще позовем Артема? Да. И мы все выложим и расскажем. Артема 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 Артемة Артема Артема